ПОКЛОНЕНИЕ НИЧТО НИЧТО в том смысле, в каком понимают его современные нигилисты, свойственно исключительно христианской традиции. Небытие различных восточных традиций – это совсем иная, позитивная концепция, самое близкое, что можно найти у них к идее Нихил. Это их туманное представление о первобытном хаосе. Только своему избранному народу Бог открыл всю полноту истины, объясняющей начало и конец всех вещей. С другими же народами он говорил лишь неопределенно и опосредованно. Поэтому для других народов, как и для не имеющего помощи свыше разума, из всех христианских доктрин, самое трудное для понимания – учение о Креатио экс Нихило. Бог создал мир не из себя самого, не из чего-то уже существовавшего или из первобытного хаоса, но из НИЧЕГО. Ни одна другая доктрина не утверждает ясно всемогущество Бога. Чудо никогда не тускнеющего творения Божия состоит именно в том, что оно было вызвано в бытие из абсолютного небытия. Можно спросить, какое же отношение имеет нигилизм к этой доктрине? Ответ будет – отношение отрицания. Что такое нигилизм, пишет Ницше в той части «Воли к власти», которую мы уже цитировали? Это когда высшие ценности теряют свою цену. Цели нет. Нет ответа на вопрос «почему». Словом, самим своим существованием нигилизм обязан отрицанию христианской истины. Он считает мир абсурдным, не под влиянием беспристрастного изучения этого вопроса. Но в силу своей неспособности или нежелания поверить в его христианское значение. Только тот, кто когда-то раньше думал, что знает ответ на вопрос «почему», может так сильно разочароваться, обнаружив, что этого ответа вовсе не было. Однако, если бы христианство было просто одной из многих религий и философий, его отрицание не представлялось бы таким важным. Джузеф де Мейстер, метко критиковавший французскую революцию, хотя на его позитивные идеи, может быть, и нельзя положиться, четко определил, в чем здесь суть, еще в то время, когда нигилизм не имел столь очевидных проявлений, как сегодня. Вот что он писал. В мире всегда существовали какие-то формы религии и нечестивцы, которые им противостояли. Нечестие всегда было преступлением. Но только в лоне истинной религии возможно настоящее нечестие. Никогда прежде нечестие не рождало такого зла, как в наши дни, потому что вина его всегда пропорциональна степени просвещения, которая его окружает. Хотя нечестивцы существовали всегда, никогда до 18-го столетия не было в самом сердце христианства восстания против Бога. Конец цитаты. Ни одна религия не утверждает так много и с такой силой, как православие, потому что его голос – голос Бога. Ибо истина абсолютно, и ни у одной религии нет такого радикального и бескомпромиссного противника, как нигилизм. Потому что нельзя противостоять православию, не вступая в борьбу с самим Богом. Чтобы бороться против того самого Бога, который сотворил человека, нужна определенная слепота и иллюзия силы. Но нигилист не настолько слеп, чтобы не почувствовать, хотя бы неясно, глобальных последствий своих действий. Безымянное беспокойство, свойственное сегодня столь многим, выдает в них пассивное участие в деле антитеизма. Все громче звучит голос бездны, развертывающийся в сердце человека. Это беспокойство и эта бездна есть то самое ничто, из которого Бог воззвал человека к жизни, и в которое человек впадает, если отрицает Бога. Страх выпадения из бытия – самый распространенный вид нигилизма сегодня. Он красной нитью проходит в искусстве и превалирует в абсурдистской философии. Однако за все бедствия нашего века ответственен скорее более сознательный нигилизм – нигилизм явного антитеизма. У человека, зараженного этим нигилизмом, чувство падения в бесну ведет не к пассивному беспокойству или отчаянию, но преобразуется в неистовую сатанинскую энергию, и пытались увлечь его с собой в бездну. Однако, в конце концов, все эти прудоны, бакунины, ленины, гитлеры, как бы велико не было их временное влияние и успех, должны потерпеть поражение и вынуждены, даже помимо своей воли, свидетельствовать об истине, которую они хотели уничтожить. Потому что их попытка нигилизировать творение, свести на нет Божий труд по творению мира, вернув мир к тому ничто, из которого он вышел, есть не более как перевернутая пародия на само творение Божие. А они сами, как и их отец, дьявол, всего лишь ничтожные обезьяны Бога, своими потугами лишь подтверждающие существование Бога, которого они пытаются отрицать, и своим поражением свидетельствующие о Его силе и славе. Мы уже не раз говорили, что ни один человек не живет без Бога. Тогда кто или что есть Бог нигилиста? Его Бог – Нихил, само ничто в чистом виде. Ни ничто отсутствие или небытия, но ничто отступничества и отрицания. Труп мертвого Бога, давящий на Его нигилиста плечи. От самого Бога, столь реального, столь явно присутствующего во всех православных христианах, нельзя избавиться за одну ночь. У монарха с такой безграничной властью не может быть прямого последователя. Таким образом, в настоящий момент духовной истории человечества, момент, как всеми признана кризиса и непостоянства, в центре человеческой веры стоит мертвый Бог, полная пустота. Нигилист хочет, чтобы мир, вращавшийся раньше вокруг Бога, вращался теперь вокруг ничто. Может ли это быть? Можно ли построить какой-либо порядок на ничто? Конечно, нет. Это самоотрицание, самоубийство. Но не будем искать у современных мыслителей последовательности и целостности. Вот до какого положения дошла современная мысль и ее революция в наше время. Даже если это положение просуществует лишь миг, если оно достигнуто только для того, чтобы его вскоре сменило нечто иное, все равно его реальность нельзя отрицать. Сегодня есть много признаков, которые мы рассмотрим в свое время, много признаков того, что с конца Второй мировой войны мир стал выходить из века нигилизма и двигаться к какому-то новому веку. Однако в любом случае, если этот новый век и наступит, он будет не преодолением нигилизма, но его углублением. Революция открывает свое истинное лицо в нигилизме. Беспокаяние, а его и не было, то, что наступает далее, будет лишь еще одной маской, скрывающей все то же лицо. Открыто ли в явном антитеизме большевизма, фашизма, нацизма или скрыто, в культе безразличия и отчаяния, абсурдизме и экзистенциализме, современный человек определенно проявляет свою решимость жить дальше без Бога, то есть в пустоте, в ничто. До наступления нашего века благонамеренные люди могли еще обманываться, считая, что либерализм и гуманизм, наука и прогресс, даже сама революция и весь путь современной мысли представляют собой нечто позитивное. В некотором смысле имеют Бога своим союзникам. Сегодня же совершенно очевидно, что у революции и Бога нет ничего общего. В последовательной современной философии вообще нет места Богу. Вся последующая современная мысль, чем бы она ни прикрывалась, должна предполагать это, должна строиться на пустоте, оставшейся после смерти Бога. Революция не может быть завершена, пока из сердец людей не будет искоренен последний признак веры в Бога и пока все до единого не научатся жить в этой пустоте. От веры происходит целостность. Мир веры, который некогда был нормальным миром, абсолютно целостен, потому что все в нем ориентировано на Бога, как на его начало и конец. И в этой ориентации обретает свое значение. Нигилистический бунт, разрушая тот мир, вдохновил новый мир, мир абсурда. Это слово, ставшее в наше время столь модным, которым часто пользуются для описания состояния современного человека, имеет очень глубокое значение. Ведь если центром мира служит ничто, тогда этот мир и по содержанию, и в каждой своей отдельной черте целостен. Он распадается, он абсурден. Никто не смог описать этот мир лучше Ницше, его пророка, который сделал это очень четко и сжато, поместив свое описание там же, где он провозгласил свой первый принцип смерти Бога. Читаем у него. Мы убили его, Бога, ты и я. Мы все убийцы. Но как мы это сделали? Как смогли мы выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть весь горизонт? Что мы сделали, когда отвязали эту землю от ее солнца? Куда она движется? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не будет ли нас бесконечно швырять из стороны в сторону? Назад, влево, вправо, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы, будто в бесконечном ничто? Не дышит ли на нас пустота? Не стало ли холоднее? Не бесконечно ли продолжается ночь, становясь все темнее и темнее? Такова вселенная нигилиста, в которой нет ни верха, ни низа. Нет ни правого, ни ошибочного. Нет ни истинного, ни ложного. Потому что в ней нет никакого ориентира. Там, где некогда был Бог, теперь есть только ничто. Там, где была власть, порядок, уверенность, вера, теперь анархия, смятение, беспринципные и неоправданные действия, сомнения и отчаяние. Эту вселенную живо описал швейцарский католический автор Макс Пикард как мир бегства Бога или как прерывистости и разорванности. Ничто, отсутствие целостности, антитеизм, ненависть к истине. Все, о чем шла речь, это не просто философия и даже не просто бунт человека против Бога, которому он более не служит. За всеми этими явлениями серьезный смысл. На том тонком уровне, где оба, и философ, и революционер, служат, а не управляют, мы имеем дело с работой дьявола. Многие нигилисты не только не оспаривают этот факт, но и гордятся им. Бакунин считал, что стоит на стороне сатаны вечного бунтаря, первого вольнодонца и освободителя миров. Ницше объявил себя антихристом. Почти все поэты, декаденты, авангардисты, начиная с эпохи романтизма, буквально заворожены сатанизмом. Некоторые даже попытались сделать его своей религией. Вот в каких словах Прудон призывает дьявола. «Приди ко мне, Люцифер, сатана, кто бы ты ни был, дьявол, которого вера моих отцов противопоставляла Богу и церкви. Я стану твоим представителем и ничего от тебя не потребую». Что может думать о таких словах православный христианин? Аполлодеты нигилизма обычно расценивают подобные заявления как фантазии, преувеличения, смелые метафоры, выражающие, может быть, детский, но бунт. Нужно признать, что в подобных выражениях большинства современных сатанистов есть некоторая юношеская черта. Те, кто так легко призывает дьявола и провозглашают власть антихриста, не осознают всей силы своих слов. Очень немногие произносят их с тем, чтобы их восприняли серьезно. Эта наивная бравада, однако, вскрывает более глубокую правду. Нигилистическая революция восстает на власть и порядок против истины, против Бога. А для этого она должна быть на стороне дьявола. Нигилист, не верящий ни в Бога, ни в дьявола, думает, что поступает весьма остроумно, когда, борясь против Бога, защищает его древнего врага. И хотя ему кажется, что он только играет словами, на самом деле он говорит правду. Де Мейстер, а позже Донасо Кортес, писавший в те дни, когда римская церковь гораздо лучше, чем сейчас понимала значение революции, и умела твердо ей противостоять, называл революцию сатанинским проявлением, на что сегодня историки лишь усмехаются. Меньше усмешек, однако, можно увидеть, когда ту же фразу относят к национал-социализму и большевизму, а некоторые, быть может, даже начинают подозревать, что существуют иные силы и причины, скрывшиеся от их просвещенного взора. Донасо Корректор А.Кулакова